Неизведанно. И на уровне вот этого клубного чемпионата мира в новом формате Ривер никогда еще не бывал в финале. Насколько хватит Ривер, чтобы в таком темпе обороняться? Удар! Месси пробивал. И Месси принимает мяч и бьет. Вот это вот уже вступает в игру. К моменту Месси. Вот. Иньестер делает великолепную передачу. И Месси, обработав мяч, тут же слева и бьет поворотом. Смотрите, как сыграл Иньестер, во-первых. И как Месси все сделал великолепно. Но по Раверу он действительно потрясающую реакцию продемонстрировал. Этот удар производился, ну, по сути, с 11-метровой. Наймар, может быть, себя еще не совсем уютно чувствует. Он залечил травму паха. Он, может, как-то еще ограничен в своих действиях на поле. Тут еще есть Наймар. Ну, вот так, для мебели. Ну, даже я бы сказал. Вот, посмотрите. Оп. Вот здесь он прямо перед ним. Ага, да. Он действительно пытался как-то, как волейбольный принимающий, пытался поднять мяч снизу. Ну и поехали на контроль мяча. Сегодня такого контроля мяча, как мы привыкли, что у Барселоны пока нет. Месси. Ну, Барси к этому стремится. Месси. Дани Алвес. Очень много мяч летает. И влетает куда нужно от ноги того, от кого положена нога, от кого надо нога. Лео Месси открывает счет. И вот как раз стартовала эта самая последняя 10-минутка первого тайма. Команда контролирует право. Вот здесь сам Месси ее отдает на Алвеса. Дальше следует подача. Вот здесь проиграно единоборство. Ключевой момент это то, что Наймару дали головой сбросить мяч. Вот, обратите внимание, не успел его накрыть Габриэль Меркадо, а дальше накрыть Месси это уже было практически утопией. Коленом подработал. Кстати, не было ли там игры рукой? Ну да. Свои половины поля вытягивает мяч. И передачу какую выдает Суаресу! Карлос Санчес. Неудачная передача на лучшую, который тем более игрок довольно медный. Да, вот теперь ему еще надо догонять. Конечно, шансов там нет никаких. Выход один на один. И нет положения вне игры. Суарес! Зашло! Зашло! 1-2-0 счет становится в пользу Барселоны. Вот так вот неудачная передача на тихохода лучшую. Хотя в этой ситуации были варианты. Бускетс. Красная передача Бускетса в одно касание. Мог и на Наймара теоретически сыграть. Мог бы оставить и Месси, который вот подходил вторым темпом и в районе 11-метровой отметки находился, но решил пробить. Бару Вер очень обидно пропускает. Да, между ног прошел мяч вратарю. Но тут проблема в том, что Бару Вер недний сезон, но который меньше все-таки стал проступать. Но все равно не себя не вытравишь до конца. То, что ты умеешь делать. И вот... Удар хорошиста. Хотя можно было, наверное, и не дальше сыграть на Суареса. Но Месси решил пробить. Флакон. Поперек пас. Вроде бы не точный, но Месси умудрился. Месси умудрился все-таки забить еще. И пошла, пошла игра. Пошел футбол превосходства в исполнении Барселоны. Как будто щелкнуло и включилось у них. С начала второго тайма начался совсем другой футбол в исполнении Барселоны. Три шанса у Лео Месси. В первом. Решили поиграть вроде ближе к атаке. И сразу получается, что даже та иллюзия паритета, которая была, она вообще пропала. Барселон просто разрывает сейчас оборону. Если бы не Баро Вера, если бы не определенная расточительность атакующих игроков, уже счет бы мог стать совсем неприличным. Удар! Совершенно неприкрытое развитие начала атак Барселоны. А там уже их просто не догнать. Я не думаю, что дело прям конкретно в самом луче. Просто вся игра. В следующем туре, который состоится 30 и 31 декабря. То есть в этом году Испания решила сыграть прямо накануне Нового года. Месси. Все-таки не так прошла передача, как хотелось бы. Неймар подает. Суарес! Гол! Прекрасный гол. Великолепное исполнение Луиса Суареса. И он забил на этом турнире уже пять мячей. Неймар делает вторую голевую передачу. Великолепный навес. Прямо на голову партнеру. В самом деле. Посмотрите, какой навес сделал Неймар. Ну и, конечно, Суарес здорово подключился. Защитники про него немножечко забыли. Четко знал Неймар, куда он делает передачу. Ну и выпрыгнул Суарес. Так, конечно, что... И удар в противоход. Суарес, в этом смысле, почти идеальный бомбардир. Ну, интересный, конечно. Ну-ка, передача. Юдес. Хьюни подает. Ну-ка, Лария, наконец-то. И на ворота. Да, вот это классный был эпизод. Я снова подтвердил. Что? Тут же потеряли барселонцы его. И вот сейчас удар. И спасает Браво. По-моему. Видите, какой удар. И действительно Браво сумел его все-таки отразить. Еще повезло, что от него мяч в ворота не срега шатировал. Да, действительно. Он успел развернуться лицом к воротам. То есть, если бы ударился куда-нибудь ему в спину, вполне мог откатиться потом в сетку и он ничего с этим не поделал. Видите, как летит мяч. А вот он приземляется и смотрит.